Привет, друзья! Я сегодня хочу сказать вам интересную важную вещь, потому что я хочу, наконец, открыть тайны, открыть секреты, как устроить наш мозг, чтобы использовать энергию стресса для собственных целей. Дело в том, что мы стресс испытываем очень часто, можно сказать, даже очень сильные стрессы, но мы всегда боимся этого стресса, боимся, потому что мы знаем, что он нас разрушает, об этом везде написано, об этом везде сказано, и все методы мира основаны на том, чтобы повысить стресс-устойчивость, потом снизить это напряжение, снизить этот стресс. Но нигде так пока не говорили, в прямом смысле слова, как использовать энергию стресса для собственных целей. взять этот стресс, обуздать как коня, укротить этот стресс на самом деле, не просто снизить, не просто упрятаться от него, а вот именно использовать его в своем назначении. Что вы именно хотите там? Лучше делать то-то, лучше делать это, лучше делать, решать какие-то вопросы. стрессы, этот стресс можно использовать. Дело в том, что у многих людей, особенно там выдающихся психологов или бизнес-трейдеров, выдающихся, я имею в виду, мудрых людей, а есть такие сентенции, они говорят о том, что после кризисов каких-то, вот у них какие-то вопросы стали лучше решаться. Но пока никто не говорил, что когда кризис, это же на самом деле пик напряжения. Пик напряжения, которое то же самое возникает, когда вы штангу поднимаете, штангу поднимаете, ой, из-за всей силы, ого, потом положили, пик напряжения. А потом пошли, и у вас дела лучше решаются, вы просто не связывали одно с другим. Поэтому вы можете просто сказать, а я люблю штангу поднимать. А другой скажет, например, а я люблю плавать. А третий скажет, я люблю легкий бег. Потому что вы не связывали одно с другим. Истина-то в контексте. Дело в том, что человек существо целостное, оно не просто целостное, оно еще и с природой, взаимодействие с природой связано. Все целостное, вселенная в человеке, уровни все вот эти, альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм, там и сверхмедельные колебания, работа сердца, работа дыхания, все должно быть согласовано. Вот стресс, это когда нет согласования, потому что когда вы вдруг о чем-то подумали, и вдруг реакция эмоциональная, это важно для вас, например, ребенок вовремя не вернулся со школы, или еще что-нибудь, работу потерял там, или еще что-нибудь, и вот мозг начинает активно искать решения, как бы в этих условиях неизвестности, вот, и когда напряжение очень высокое, это и есть стресс, потому что есть внутренний конфликт. Здесь неизвестно, что будет, что будет. И вот здесь вот несогласованность, например, души и тела, то есть ментальных ваших процессов, психики и процессов организма, когда они не согласованы, когда даже два, две половины мозга не согласованы, у вас стресс. Ну, например, например, вы о чем-то подумали, что за вами собака бежит злая, и у вас сердце заколотилось, и дыхание участилось. Почему? Потому что у вас работало инстинкта самосохранения. Этот образ, к которому вы отнеслись так серьезно, вызвал у вас такую реакцию. Ну, вызвал реакцию, но это же реакция на самом-то деле, например, у человека, который бежит, совершает рекорд в беге, допустим, для него это нормально, потому что у него эта реакция находит адрес. То есть, эта энергия напряжения, она у него вложена в определенном направлении. А у вас, а вы в этот момент сидите и думаете о том, что собака побежала. Если бы вы сейчас были на улице, и собака побежала, так вы бы побежали, перемахнули высокий забор. А когда вы сидите, инстинкт самосохранения срабатывает, там бей или беги, или оцепене, и это же у нас мозг работает точно так же. Мы же от животных так в эволюции произошли, как наиболее адаптивное существо. И поэтому у нас есть новые качества, способности начать управлять, наконец, этой мощнейшей энергией. Энергия теперь не разрушения, а созидания. Это новая эра, когда вы начинаете подчинять стресс самому себе, то есть, начинаете управлять напряжением. У вас есть регулятор напряжения. Вот по методу ключа, если вы короткий курс проходите, там сначала разгрузка, потом секрогимнастика, потом дробная секрогимнастика до секунд, до мгновений. И вы тогда можете уже владеть этой аптечкой, регулировать своё напряжение и достигать от уровня стресса высокого, шторм, до нуля, до нулевого состояния. Это штиль, шторм и штиль. Можете регулировать своё напряжение. И вот, пользуясь этим, вы можете научиться не только регулировать напряжение, но вы можете научиться взять стресс в помощники. Самое главное, дать ему адрес этой энергии. Например, вы сидите и думаете. И волнительная тема. И у вас сработал инстинкт самосохранения. Сердце забилось, чаще задышалось. То, что у спортсмена нормально, когда он рекорд делает. А вы же в этот момент не согласованы с этой темой. У вас конфликт. Тело. Как говорится, вы телом сидите, головой думаете. У вас конфликт. Нет соответствия, нет синхронизации, нет согласования. Поэтому, когда вы короткий курс проходите по ключу, научаетесь подбирать себе самое то, простое действие, которое можете повторять бесконечно, без усилий над собой. Ну, какое-то простое действие. Делайте его, делайте. Напряжение снижается, снижается, снижается. И потом вы выходите в такое состояние, когда вы можете думать о том же самом, что вас волновало, но уже гораздо спокойнее. А потом оно еще снижается, снижается, снижается. И вы уже можете мечтать. Не только о том, о чем вам думалось, держало вас, как на крючке в стрессе. А теперь вы можете думать о образе будущего. Каким вы хотите быть. Рисовать себя там таким воображением, как художник, не жалея красок. Ну, и вы таким потом становитесь. Ну, дело это курса самого по методу ключ. А сейчас я вам хочу сказать, что в этот момент, в этот момент, если вы помечтаете о том, что любой стресс, который возникает у вас в жизни, он возникает у вас часто, это неистащимый, неисчерпаемый, вечно возобновляемый источник энергии. Да-да, это трамплин для ваших новых достижений. Вы можете его использовать. И очень мощные бизнес-тренеры мирового уровня, очень мощные психологи мирового уровня, мудрые люди, они говорят, что после кризисов, после кризисов, потом наступает новый порядок, потом вы начинаете видеть проще, как решить какие-то проблемы. Да-да-да, они эти кризисы говорят, что после этих кризисов он стал лучше понимать вещи там и так далее. Так этот кризис, это что такое? Я хочу, чтобы вы поняли. Я хочу, чтобы вы сейчас, чтобы пазлы у вас сложились, как мир и мозг устроен. Что законы едины, что когда человек поднимает штангу, изо всех сил напрягаясь, это тоже кризис. Потом он его положил, потом идет и все вопросы лучше решает. Но он не связывал эту штангу с этими вопросами, потому что люди не связывают одно с другим. Это в данном случае моя задача. Я психофизиолог, врач, философ, психолог и так далее. Я в разных направлениях размышляю, и мне легче сложить эти пазлы. Что человек должен быть целостен, с природой целостен, человечество должно быть целостное, поэтому придумал метод ключ. Так вот вопрос заключается в том, что когда он штангу поднимает, это пик напряжения, пик напряжения, после у него наступает расслабление. Или когда он в бег вошел, в ритм бега бежит, то есть когда он делает действия, в ритм которых быстрее входит, наиболее простой действие. А для другого нужно плавание, а для третьего нужно еще чего-то, в волейбол играть. У каждого свое действие, в ритм которого он быстрее входит. И когда вы по методу ключ подбираете себе это действие, вы делаете эту разгрузку. И когда вы переходите от стадии напряжения, от этого напряжения, от этого критического состояния до состояния нуля. Когда вместо шторма у вас в голове уже стиль, покой, дистанцированность, пофигизм, отрешенность. Как у девочки на уроке, которая задумалась от усталости. Которую Буду назвал нирваной, потому что он может это вызывать, какое хочет время и когда захочет. А девочка об эту силу обстоятельств задумалась. Мы все это всегда испытывали, все всегда это чувствовали. Но мы просто не знали, что это так называется. Потому что наши представления разорваны по частям. Они не сложены в пазлы. Я помогаю, объясняю вам механизмы мозга и вселенной. Я помогаю вам научиться взять стресс, укротить стрессы как коня. Взять под усы и нестись голопом, как вы хотите, или так легким, как говорят, там, аллюром или как. Вот, вы лучше, наверное, меня знаете. Оказывается, оказывается, когда этот стресс, а ведь это, знаете, самый большой стресс возникает у людей, которые нереализованы. Вот ко мне мальчик позвонил, он говорит, вот у меня видения стали видеться, там, сражения какие-то, там, голоса какие-то, там, слышу я, слышу, меня это так мучает, так, ну. Я говорю, ты у врача-то был, был, у психиатра был или у невролога был, у психиатра был. Тебя назначили что-то, назначили, лекарства назначили. Да, ну, как тебе стало легче? Да, легче стало. Слушай, я тебе еще одно добавлю к этому, что врач тебе сказал, я тебе еще добавлю. Ведь ты гениальный художник. Он говорит, как это? Я говорю, ну, просто тебе видение возникает, сражения там, да, и ты гениальный писатель. Он говорит, как это? А это подросток. Я говорю, ну, так просто. Тебе же голоса там какие-то, да? Так ты возьми, говорю, пар выпусти. И все станет на место. Он говорит, как это пар выпустить? Я говорю, так это видение, которое у тебя. Другой художник, я говорю, всю жизнь работает над тем, чтобы вот так вот представлять себе. Они у тебя сами вылезают. Так бери автоматически рисуй. Зарисовывай. Так я же рисовать не умею. А ты не думай. Внимание. Авторисование. Авторисование. Авторисование многих сделала художниками. Потому что, когда они вот так авторисовали свои видения, свои представления, которые им мешали, даже свои проблемы. Как соседка там с ним поругалась, и вот он, наконец, спать не может. И поэтому, ну, рисуй тебе эту соседку, вот там рисуй, рисуй, рисуй. Или там сражение, что у тебя в голову приходит, рисуй. Не заботясь о том, хорошо ли ты рисуешь или плохо. Это же основная ошибка педагогики, когда они начинают нас учить, как делать, понимаете? Вместо того, что делать. Вместо того, чтобы понимать смысл, они начинают говорить о форме. Ты неправильно это делаешь, это не так, надо вот тебе двойкой и так далее. Вместо того, чтобы стимулировать у нас это. Это же у нас есть. Ты гений, ты писатель, ты композитор. У тебя очень много талантов, я ему сказал. Давай вот ты два-три дня, вот. Просто бери и рисуй вот это вот, все, что в голову приходит. Просто пиши, что в голову приходит. Вот это автописьмо, авторисование. Вот Пушкин, я говорю. Пушкин, когда думал о том, как написать свое стихотворение или поэму, выпускал парту с лишним напряжением, он сбрасывал тем, что на полях всех его черновиков женские головки нарисованы. Автоматически сидишь и рисуешь. Он же не думал тогда, как рисовать правильно или неправильно. Он просто снимал лишнее напряжение. Да, и вот очень много писателей, им там образы приходят, они там в голове с кем-то разговаривают. Вот берет, он и записывает. Пишет, пишет, пишет и становится великим писателем, неповторимым. Да, самое главное, что каждый из нас неповторимый. Каждый из нас гений, писатель, доктор, учитель неповторимый. У нас просто вот эта дисциплина шаблонов. Это называется фарисейский подход, когда детей учат не только тому, что надо говорить или что делать, а именно как надо. Вот ты неправильно делаешь, ты не так делаешь, а вот Айвазовский по-другому рисует. Вот рисуй, как Айвазовский. Неправильно, ты должен делать так, как ты делаешь. Послушайте дальше. И вот тогда, и вот тогда, когда человек или автор письмом занимается, или рисует, а почему говорят, человек счастлив, когда нашел любимое дело, встал на место. То есть его талант нашел реализацию. Так он этим самым не только сохраняет себя в наше трудное время, не только снимает лишнее напряжение, не только избавляется от лишнего вот этого средства, он и развивается. Я к этому и клоню, чтобы вы меня поняли. Почему говорят талант? У каждого из нас есть талант. Это просто не может быть, чтобы у вас не было талант. Но такого не бывает. Просто кто-то когда-то вам сказал, что это чепуха, что вы неправильно делаете, и вообще убить человека можно. Знаете, чем? Вот он старается, что-то делает, а ему просто сказать, да всё это не имеет смысла. Да, это же можно убить, вот такой критикой можно убить человека, не дать этим сходом взрастись. Просто сказать ему, что вот ты тут что-то не делаешь, вот это всё чепуха. Тебе бы лучше делом заняться. Вот так говорят. Ну это же какая ересь. Ну по крайней мере, если это тебе не даёт денег, то, что ты делаешь из любви к делу, как говорится, если это не даёт тебе возможности заработка, чтобы прожить, вот это делать для того, чтобы пару выпустить. У тебя должен быть какой-то момент, где ты снимаешь лишнее напряжение и настраиваешься на будущее. Так вот, все религии на этом построены. Что такое повторяемая молитва? Повторяемая молитва – это когда ты повторяешь какое-то действие, и в это время у тебя образ будущего, потому что ты обращаешься к Богу с какими-то намерениями, с пожеланиями от Него, чего-то ждёшь и так далее. Вот тебе, пожалуйста. То же самое у нас разгрузка ключевая. Ты делаешь повторяемое действие, и когда стресс снижается, когда ты уже можешь думать, о чём ты хочешь думать, ты уже можешь мечтать о желаемых переменах. Но то же самое, то же самое. Только я психолог, физиолог, врач, философ, художник, я знаю эти механизмы психофизиологические. Поэтому я вас учу. Поэтому в завершение хочу вам сказать. Вы, пожалуйста, если у вас бывают какие-то страхи, зарисовывайте их. Если у вас бывают какие-то такие видения неприятные, вплоть до галлюцинации, не можете от них избавиться перед сном, они вас мучают, ночные кошмары, допустим. Берите каждый день вот так, 10 минут отводите тому, чтобы выпускать пар. Потому что талант у вас есть. Автописьмо, пожалуйста, авторисование. Рисуйте, что вам в голову приходит. У вас прекрасное воображение. Если бы не было прекрасного воображения, не было бы никаких паник и никаких страхов. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо. Спасибо.